Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. Сегодня я хочу вам рассказать про те овощи, которые еще можно посеять летом. Ведь скоро у нас предстоит сезон уборки лука и чеснока и освободится очень много грядок. В условиях Минской области, где у меня находится участок, в принципе можно посеять многие овощи и получить второй урожай. Также хочу рассказать в этом ролике, как вырастить урожай, не применяя химию. Я буду пользоваться только биопрепаратами, чтобы урожай был экологичным. Итак, какие же культуры можно посеять после сбора урожая? Первая культура, которую я выращиваю, это дайкон. Обязательно высеваю ее на грядку после уборки лука. Дайкон вырастает довольно быстро, в зависимости от сорта за 40-60 дней. Дайкон лучше всего выращивать весной высевать, либо во второй половине лета, так как дайкон растение длинного светового дня. И когда день длинный, когда много солнца, растение стремится уйти в цвет и дать семена. А образуют хорошие корнеплоды, когда все-таки день короткий. Тогда оно хорошо развивается, и корнеплоды большие вырастают, сочные вырастают. А летом обычно корнеплоды мелкие, и очень часто дайкон зацветает, уходит в цвет. Поэтому такая посадка во второй половине лета, посев дайкона, в лучшей степени отразится на урожае. Вторая культура, которую выращиваю, это редька белая, летняя. В принципе, ее можно высевать все лето. Она довольно хорошо и быстро растет, вырастает за 40-45 дней. Первый урожай этой редьки я уже собрал, а сейчас посею второй раз. Опять же, следующая культура и семейство крестоцветных. Это капуста брокколи. Вот такие у меня семена есть. Срок созревания этой капусты 90-100 дней. Но учитывая то, что капуста холодостойкая культура, даже при небольших отрицательных температурах она продолжает свой рост, то до октября месяца, даже до ноября месяца, она может вполне спокойно расти, развиваться, и урожай будет отличным. Даже кочанчики получатся более крупными, чем при весенней посадке. Поэтому также рекомендую, если у вас регион выращивания позволяет, позволяют климатические условия, то высевайте также брокколи для получения осеннего урожая. Следующая культура, опять же крестоцветная, это пекинская капуста. Это раннеспелый гибрид, вырастает за 75-80 дней. Пекинскую капусту я высеваю всегда во второй половине лета. Весной я никогда не сею пекинскую капусту, потому что есть ранняя капуста, и если будет еще и пекинская, то урожай попросту невозможно будет съесть. Поэтому высеваю во второй половине лета. И вам рекомендую. Кстати, пекинскую капусту сею безрассадным способом. Сразу убрали лук либо чеснок, вскопали грядку, и высевайте семена прямо на грядку. Расстояние соблюдайте, примерно 50 сантиметров между растениями, и все, она прекрасно будет расти, развиваться, и осенью будете собирать урожай. Также во второй половине лета не поздно посеять и горошек. Горошек вырастает за 60-65 дней. До осени вполне вырастет второй урожай гороха. Кроме, конечно, пересчительных культур, можно посеять и другие. Это может быть испаржевая фасоль, это может быть щавель, это может быть укроп, редис и многие другие ранние культуры, особенно всякая зелень, салаты, шпинат и так далее. Все это успеет вырасти до осени. А теперь поговорим немножко о здоровье растений, а именно о борьбе с вредителями. Все-таки на огороде я стараюсь применять химию очень редко, чтобы урожай был чистым и здоровым, ведь мы его употребляем сами в пищу, растим не на продажу, как на рынках. Для борьбы с насекомыми, с различными вредителями, я использую вот такой вот препарат метаоризиум. У нас очень много роликов про препарат метаоризиум, как готовить с него растворы, как обрабатывать растения, как проливать почву. Но для новичков, которые подписались на наш канал, хочу немножко обновить информацию и рассказать, как правильно его применять, чтобы он действовал и действительно боролся с вредителями огорода. Метаоризиум – это почвенный гриб, который минерализует вредителей в почве. Если нет вредителя, он переходит на питание растительными остатками, перерабатывает в почве вот эти все остатки, питательные вещества, которые становятся более доступными растениям. И в итоге он улучшает плодородие почвы. Вот такой вот необычный почвенный гриб. Когда спора метаоризиума попадает на вредителя, она прорастает в него, и вредитель становится источником питания для почвенного гриба. Вредитель пока еще жив, он летает по участку, где-то переползает, споры разносятся ветром и заражают других насекомых. В принципе, этот гриб не опасен для полезных насекомых, хотя в некоторой степени может поражать и их. Но для червей дождевых, например, если проливать почву, он абсолютно безвреден. Безвреден он также и для человека, и для экологии. Данным препаратом можно обрабатывать как сами растения, так и проливать почву. Если брать вот этот препарат, он в гранулах, и многие говорят, почему ваши гранулы не растворяются в воде. Они не должны растворяться. На гранулах попросту содержатся споры. Когда мы засыпаем вот этот препарат в воду, размешиваем, эти споры попадают в раствор водный, и затем обрабатываем им, заселяем на растения, и затем вот эти споры активизируются и уничтожают вредителей. А гранулы – это просто материал, на который заселены вот эти споры. Такой препарат разбавляется водой. Понадобится одна чайная ложка вот этого препарата, гранул, вот такие гранулы, на 10 литров воды. И данным раствором проливается грядка, либо обрабатываются растения. Данный препарат действует против широкого круга вредителей. Особенно он эффективен против хруща и проволочника. Нужно отметить то, чтобы препарат сработал, нужны определенные условия. Если вы внесли единожды препарат в почву, либо полили растения, конечно, эффекта практически не будет. Такой препарат нужно использовать регулярно и проливать или обрабатывать растения каждые 2 недели. Хотя бы должно быть 3-4 обработки, либо пролива вот таким препаратом, чтобы он действовал. И сейчас мы будем высевать разные овощи в грядки для второго урожая. У нас середина лета, вредители активизировались, и поэтому нужно заблаговременно внести этот препарат в почву, чтобы он умножился, чтобы он начал действовать. Поэтому перед посевом обязательно проливаем грядку метаризиумом, а потом через 2 недели, примерно 3-4 раза, тогда действительно будет эффект. Нужно отметить, что такие препараты, конечно, стоят не так уж и дорого, однако и расход большой. Но можно метаризиум вырастить и самостоятельно, чтобы потом применять у себя в огороде. Сейчас расскажу, как это сделать. Для приготовления раствора понадобится 2 литра воды, 1 чайная ложка гранул метаризиума и 2 чайных ложки жидкого удобрения. Можно добавить еще 1 чайную ложку сахара на банку, чтобы метаризиум быстрее активизировался. Затем банку мы поставим в темное и теплое место на 2 недели. Бывает, процесс может и ускориться, и примерно за неделю уже раствор будет готов, но все-таки надежнее поставить на 12-14 дней. Тогда точно метаризиум будет хорошо развиваться, и получится отлично концентрированный такой раствор. Затем раствор используют по назначению. Пол стакана раствора, который у нас получился, на 10 литров воды и проливает им грядки и растения. Из этого же раствора можно готовить новый маточный раствор. 4 столовых ложки на 2 литра воды, опять же жидкое удобрение, немножко сахара, вода, и опять настаиваем 2 недели, и получается новый раствор. И так, и так, по циклу, по циклу вы будете делать свой препарат, в принципе, и экономите на деньгах. Сейте семена для получения второго урожая и применяйте биопрепараты для здоровья растений, ведь это экологично и очень важно для сохранения здоровья. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!